Это вход на смотровую площадку, такой красивый, вот наверху расположены орлы, два орла. И вход здесь имеется, вот Макайские сады, и в входе просматривает секурите, охрана. Тут не было никаких опасных веществ. Это воискателям. Вот мы спускаемся и видим общий вид. Вот если начнем смотреть по лестнице, как красиво все обустроено. Вниз ступеньки и внизу мы видим храм, красивый храм. А впереди город и порт. В 1844 году. Тогда молодой человек, взявший себе имя Баб, что по-арабски означает «врата», объявил себя пророком предсечей новой религии. И основное, о чем он сообщил человечеству, состояло в том, что скоро придет еще один пророк, который превзойдет его своим величием и станет основателем этой новой религии. Но о религиозной власти Персии того времени очень плохо восприняли идеи Баба. Он был объявлен врагом ислама, заключен в тюрьму и в скором времени публично казнен. Но у него оставались ученики, у него было 18 первых учеников. И, несмотря на все проблемы и преследования власти, религия продолжала существовать и развиваться. Прошло некоторое время, и другой человек, известный в истории как Баха, что означает «свет Всевышнего», объявил, что он и есть тот самый пророк, о котором говорил Баб. Баула происходил из очень богатого аристократического рода, поэтому с ним не могли поступить так, как поступили с Бабом. Он не был казнен, но он был приговорен в порызменной ссылке. Его пересылали с места на место, все дальше и дальше, пока, в конце концов, он не оказался в Акву, как раз на протезнан. Через налет в те времена это было место ссылки Османской империи. Там он прожил до конца своих дней на положении заключенного Османской империи. Сначала первые годы он действительно провел в крепости в деревне Камере, в очень тяжелых условиях. Потом постепенно отношение местных властей к нему смягчалось, и последние годы своей жизни Бахаула провел в поместье Бахджи, двух километров к северу от Акву. Там он скончался, там он был похоронен. Сегодня это место в Бахжи, где похоронен Бахаула, это самое святое для Бахаи место на земле. Все Бахаи в мире насчитываются сегодня около 5 миллионов Бахаи, которые живут в 235 странах мира. Они все молятся как минимум отзывы раздельно в правлении Акву. Так же как иудеи молятся в сторону Иерусалима, мусульмане в сторону Мекки, Бахаи молятся в сторону Акву. Возможно, вы подумали, а почему же Хаи, а почему Бахайские сады в Хаи? Прежде всего, я вам напомню, что это гора Кармель, название которой Керем Эль, переводится как «Виноградники Господа». Она неоднократно упоминается в Библии, здесь есть места, связанные с пророками Юй, которые считаются святыми как для людей, как для мусульманов и христиан. Кроме того, в XVI веке здесь поселились дружи, пришедшие из Лимана. Поэтому совсем не удивительно найти здесь и Бахаи, последователей самой молодой из мировых религий. Когда Бауля находился в Акву, он сумел четыре раза посетить Хаи в гору Кармель. И в последний свой визит он указал своему старшему сыну, Абдул-Баха, вместе здесь на горе Кармели, попросил, чтобы на этом месте тот захоронил Артан Кибала. Абдул-Баха сделал это в 1909 году, а потом сумел перевезти из Ирана сюда и захоронить здесь останки Бааба. Построил небольшую каменную усыпальницу. Собственно говоря, то, что он тогда построил, было нижнюю частью, вот такую каменную усыпальницу, которую мы видим в центре сада, и разбил вокруг небольшой сад. Так началась история Бахайских садов на горе Кармели. Сама идея построить сады на столе горы и на террасе тоже принадлежала вдоль Бахамы, но реализована она была значительно позже. Строительство этих садов завершилось в 2001 году, только 15 лет назад. Мазе 19 – террас, 9 верхних за усыпальницей, 9 за усыпальницей, и центральная часть вокруг усыпальницы 19-я. Почему он был 19? Потому что у Бааба было 18-х первых учеников. Сам он был 19-й. То есть это Бааба в окружении, скажем, ближайших учеников. И несколько слов о самой религии Бахай. Во что же они верят? Прежде всего это монотеистическая религия. Бахай говорят, что есть один Бог, который создал человеческую расу. Они говорят, что Бог разное время посылал своих пророков или духовных учителей. Такими пророками были и Моисей, Иисус Христос, и Мухаммад, и Будда, и Кришна, и Баб, и Бахаулла. Они говорят, что будут еще пророки, но кто и когда неизвестно. И еще один очень важный для религии Бахай момент – это всеобщее равенство. Все равны мужчины и женщины, равны все людям, вне зависимости от происхождения, расы и цвета кожи. Вот такая красивая терраса. Здесь несколько террас, одну из них мы с вами сейчас видим. Парк-грюч бед, так, давайте всадимая терраса. на которую мы опустились и видим здесь две пальмы одна пальма с другой стороны стоит другая пальма вот это мы опустились были на той площадке с моторовой а сейчас мы будем опускаться снимать нельзя и опускаемся вниз с этой площадки вот на второй полуплощадке имеются очень красивые цветы вдоль всей площадки высажены и растут я думаю они все равно растут в течение всего года красивые цветочки кипарисы я так думаю правильно их назвал и цветочки мы с вами прошлись вместе я вам показал вы увидели полюбовались сады но может быть лучше будет подать по-моему все же компания пьесы мы с вами находимся формально здесь все строго симметрично симметрия символизирует равенство цветы цветы в этой части садов сезонные их меняют несколько раз в год в зависимости от сезона поэтому если вы приедете сюда в другое время года вы можете увидеть сады абсолютно другого цвета вторая часть садов вот садов отсюда нам хорошо и у нас с другой стороны тоже менее формально здесь плодовые деревья цветущие кустарники полевые цветы и третья часть садов это просто естественная роща это было так спланировано постепенные переходы формальных садов в коридору типа природы что же касается дизайна садов мы всегда подчеркиваем что все эти декоративные элементы которые мы здесь видим шишечки воды павлийная рула и все это только для красоты не более того но здесь есть элемент дизайна который имеет особое значение и это освещение здесь в садах около 2200 ламп всего 7 ватт каждая примерно как свеча почему потому что они рассказывают что когда баб который похоронен здесь сидел в тюрьме он провел около 3 лет в подземной тюрьме в это время ему конечно очень не хватало света большую часть этого времени он провел в крадочной темноте поэтому место вокруг его усыпальницы всегда освещено днем все завито солнцем здесь нет практически ничего что давало бы тень а вечером после захода солнца включается освещение еще один очень важный элемент дизайна здесь это вода вода символ жизни без воды нет жизни мы с вами спускались и вода стекла все время вместе с нами но это не более чем иллюзия на самом деле сейчас мы находимся на третьей площадке сверху мы наблюдаем вид уже с третьей площадки вы тоже это видите как ближе опустились аскурсовод вперед пошел сейчас будет вам рассказать вот это террасы на которых располагаются сами вот такие цветы красные красивые внизу находится здания я думаю греческого типа древнегреческой архитектуры колоннадами кругом очередная площадка мы находимся отсюда уже видно более вверх высоко и все мы ближе 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 приближаемся к основанию с правой стороны террасы располагается ряд зданий в которых размещается управление руководство кстати сказали нет однозначного руководства вот это здание это парламент как бы избирается Бахая рядом находится дом обучения где обучаются этой религии и другие здания руководство этой организации Бахая религии Бахая мы на очередной площадке я разбил со счета которая ниже к уровню моря опускается вот вид отсюда вот так выглядит там террасы община может нарушить это статусство привести к конкретному они поэтому они не считают возможным создавать здесь общину поэтому гражданин израиля любого вероисповедания не может стать Бахая и Бахая соответственно не может стать гражданином израиля то есть здесь около 700 волонтеров Бахая которые встречали нас все они граждане израиля они приезжают сюда на какое-то время работают потом уезжают обратно волонтеры из примерно 80 стран самая большая община на сегодняшний день около 2 миллионов есть по всему миру то есть это вторая по географической распространенности религия после христиан знаете я думаю что они россиян это центр один из крупнейших в мире это вот у нее знаменитый хромотосом но я не думаю что все 2 миллиона они живут компактно они сосредоточены в разных районах что касается россии да в россии тоже есть общины то есть можете если вы зайдете на сайт bahaia.ru это сайт российской общины bahaia там есть длинный список с адресами и телефонами по городам следующая экскурсия это каждый день кроме среды есть экскурсии для встречи лайнджа расписание выходить из дороги можете увидеть там и ворота это расписание и там кстати на третьем сайте можете для себя сфотографировать то есть вы можете приезжать проверить на сайт на что важно для людей которые задают вопросы опять уточнить воскресание чтобы приехать вид архива мы видим поближе там оказывается семь этажей под низом находится очень надолго далека рассчитана эта религия если хранят в таких местах и так планирует вести свою документацию на таком уровне вот находимся на террасе она находится на самом деле под низом идет дорога построена так чтобы был единый комплекс дорога вот сейчас вам идет дорога она как раз идет под мост если мы посмотрим с этой стороны то мы увидим между решетками порождающих конструкций эту дорогу вот мы снимаем видим террасу непосредственно возле усыпальницы так она выглядит с этого места общий вид террасы спуска лакайской усыпальнице это не розочки это я ради вот 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 и пока мы уже подошли с завершающей точки нашей экскурсии отсюда открывается прекрасно видно всю верхнюю часть садов весь маршрут который мы с вами прошли видно как террасы по замоку архитектора как волны света расходятся от центра которым является усыпальница и вот нам видно само здание усыпальницы как мы уже говорили первое простое одноэтажное здание было построено в 1909 году потом в 50-е годы мы отстроили вот эту верхнюю часть с кополом строил ее канадский архитектор уильямс азан и он использовал сочетание разных декоративных элементов если приглядеть то это сочетание востока и запада купол по форме по дизайну очень напоминает купола мечетей при этом эти петражные окна очень напоминают западноевропейские церкви башенки по краям как некая алюзия на минаре это не получается то же самое по дизайну садов особенно в центральной части куда мы выйдем поскольку варила она более старая была закончена в 50-е годы и здесь прослеживается четкое влияние керсии то есть эти сады чем-то напоминают регулярно европейские сады и традиционные персидские сады очень дружат сочетание разных декоративных элементов это не случайно это один из важных принципов религии сады и сады и сады люди занимаются здесь серьезно здесь располагается такая интересная плумба посреди находится постамент я думаю это какой-то символ религи религи не знаю не знаю вот с этой стороны так выглядит оливковый парк оливковый сад сад вот мы уходим непосредственно шипальня шипальня бахая очень красивые деревья очень красивые деревья сады как елочки на самом деле это видно местного восхождения деревья и как они называются это нужно будет уточнять ни одного люста памятника человеческим лицом нет одни только постаменты ну вот это связано с религией и выражением известным в кругах не сотвори себе кумира скорее всего это так вот мы приближаемся к центральному входу здесь мы видим вновь очень красивые оригинальные цветы но выполнены из бронзы наверное и покрашены так очень красивые с одной стороны вот и с другой стороны вот это усыпальница сейчас мы туда подойдем сейчас мы туда подойдем в произведение искусство так называем красиво это сделанное наверняка это религии что-то символизирует подойдет вдали мы видим море корабли стоят на покрытом море вот сейчас мы заходим непосредственно в усыпальницу я думаю мы сейчас туда зайдем сейчас мы заходим непосредственно в усыпальницу но их предупредил что нельзя снимать будем заходить во вход сейчас какие колоннады красивые выполнены в греческом стиле вот вход вот с этой стороны вот перед входом я выключу потому что нельзя вот такой тут есть если вы видите по коврику идите хорошо спасибо за предупреждение а туфли с собой брать оставляем здесь так все спасибо вот мы вышли из усыпальницы в двух словах надо разуться обувь снимается далеко метров пятьдесят потом проложена ковровая дорожка и по этой ковровой дорожке бассейн может у нас как естественно мы проходим комната где-то шесть на шесть ковер лежит на ковре сидят девочки наверное студентки бездельницы вот и на позе йоги ноги сидят и читают библию вернее читают какой-то их труд вот а за стеклом мы видим ванилы но просил у гида на самом деле похороним вот так что похороним два таких лидера каких-то проповедника которые есть оказывается есть еще терраса которая располагается ниже усыпальницы но они приблизительно все одинаковые на освещение расположение фонтана и отдельных цветов но дальше цепочка цепь которая не разрешает идти вот передо мной дальше по всей видимости террасы еще есть а мы с вами сейчас увидим трамп с нижней стороны то мы видели его сверху а теперь мы видим его с верхней с нижней стороны вот такие колоннады в греческом стиле вот парапет на котором мы видим символику и дальше упал мы его сверху видели сейчас идем обратно по глине и приходим к автобусу